всем привет мои дорогие зрители сегодняшнего дня у нас начинается серия роликов каждый день с 1 декабря по 24 декабря в честь адвент календаря такая вот традиция на ютубе в прошлом году я уже делал такой адвент календарь и в этом году повторяю надеюсь что смогу выполнить все задуманное и так почему адвент календарь в западной европе существует такое понятие как адвент это период в четыре недели до наступления самого рождества в православии этому соответствует рождественский пост который обычно начинается за 6 недель до самого праздника в протестантизме и католичестве тоже изначально предполагалось что люди должны поститься в этот период но впоследствии традиция поста угасла и особо религиозные люди западной европе обычно усиленно молятся в этот период а остальные наслаждаются подготовкой к рождеству украшают свои жилища посещают ярмарки концерты а также просто радуются ибо на смену унылому ноябрю приходит волшебное хоть и темное время когда на подоконниках устанавливают рождественские светильники форме свечей либо лестницы развешивают яркие звезды это традиция скандинавии которые являются символом вифлеемовской звезды и этот символ пришел в норвегию из швеции в 1912 году мода на такие звезды меняется каждый год и впоследствии я вам покажу покажу что сейчас предлагает рынок обычно в первое воскресенье адвента люди зашигают одну свечу фиолетового цвета ибо фиолетовый как раз таки и цвет адвента во второе воскресенье уже зажигают две свечи и так в конце во последнее воскресенье перед самим рождеством уже горят четыре звезды в этом году первое воскресенье адвента пришлось на 27 ноября и люди в начали уже украшать свои жилища ну а магазины и другие организации готовились к празднику уже намного ранее обилие шкур фонарей рождественские звезд и светильников это и есть символ именно скандинавского рождества и конечно очень много рождественских гномиков которые являются тоже символом норвежского рождества нисса первое воскресенье адвента уже прошло и как мы видим многие дома уже обильно украшены например венками светильниками и звездами многие также меняют шторы на красные меняют постельное белье в рождественских с рождественскими мотивами скатерти и активно украшают свои жилища и теми же самыми гномиками и другими атрибутами норвежского рождества пример декора к рождеству в магазине пандюро у них обычно очень стильные украшения и цены соответственно тоже очень стильные вот пример такого декора праздничного стола в этом году я наблюдаю засилия темных тонов например черные елки коричневые звезды и конечно же очень много света свечек светильников подсвечников и так далее норвежцы обожают украшать свое жилище в такое темное время именно светом вот пример украшенного входа перед домом также и гордины поменяли и светильники есть и звезды и сердца все что доктор прописал в этот период здесь тоже красные шторы и подсветка также венок мода на рождественские звезды в окнах тоже меняется в этом году в этом году стали популярными такие вот махровые звезды такие вот прямо пушистые раньше поликлассические звезды например из велюра только что цвета менялись но вот мода тоже соответственно меняется надо же продавать все больше и больше был период таких вот красных звезд а когда я приехал норвегии в основном у всех присутствовали именно белые звезды зашла я также в комиссионку и здесь есть такой вот небольшой стол с цветами адвента подсвечник на 4 свечи все как требуется в этом магазине я встретил своих подписчиц передаю вам привет вот еще один декор это комиссионка цены здесь не очень высокие но тоже я смотрю что уже начинают немного удивлять мы в таких вот местах можно конечно же подсмотреть огромное количество идей для украшения своего жилища ну и кое-что конечно же подкупить если есть место все это хранить обожаю эти витиеватые ветки еще примеры подсвечников на 4 свечи цена 20 крон за такой подсвечник всем привет мои дорогие зрители начинаем наши адвентовские посиделки как и в прошлом году вы видите у меня даже в этом году есть такой вот свитер с норвежским дедом морозом таким вот милошом прибарахлилась как всегда и чашечка как и в прошлом году все как доктор прописал все имеется адвент календарь адвент календарь пришел в норвегию другие страны западной европы из германии где изначально его целью было скрасить ожидания рождества для детей адвент календари представляют собой такие вот картонные домики с 24 окошками и в каждом окошке есть сюрприз на каждый день декабря с 1 декабря по 24 декабря некоторые вешают специальные такие вот пакетики с подарками если например они самодельные есть разнообразные вариации ну и конечно же детские календари потом перешли также и во взрослую тематику и сейчас есть календари на любой вкус как для детей так и для взрослых в этом году я сделала ударную закупку потому что ноябрь был какой-то мрачный настроение было минорное наверное в прошлом году даже оно было повеселее чем в этом году и чтобы хоть как-то знаете себя повеселить ребенка повеселить у нас в этом году три календаря сейчас я попробую показать заодно и заварю чай у меня такой вот чай от clear spring японский чай матча с коричневым рисом покупала в магазине life вот такой интересный вкус зеленый получается такой зеленая матча вот завариваю чаечек у меня такой микрофон не совсем презентабельный но предыдущий я потеряла и купила замену и вот видите он какой-то еще пока мятый так чай заваривается сейчас вам покажу календари ну во первых у меня у ребенка вот такой вот календарь minecraft уже сегодня одно окошко было вскрыто дети современные дети затем у меня есть также календарь от the rituals это нидерландская фирма которая производит как они сами говорят продукты для повседневного ухода за собой и приятные вещички с налетом и роскоши ну честно говоря у них очень много арома масел аюрведы такие вот названия специфические свечки палочки ароматические шампуни лосьоны свечки вот сегодня карина меня попросила одно окошко открыть и в этом календаре от the rituals нам попала свечка сандалово ванильная сегодня тоже зажгу для настроения ну и конечно же чтоб нам было веселее с нашим адвент календарем каждый день я также приобрела вот такой вот эксклюзивный адвент календарь либо рождественский календарь от норвежской фирмы шоколада фьорк шоколаде она расположена на фьордах хандангер и производят они шоколад экологически закупают какие-то высококачественные какао-бобы и уже из них самолично производят шоколад и их шоколад вдохновлен норвежской природой у них очень любопытные вкусы я думаю что мы с вами познакомимся так потому что там какие-то такие я почитала состав я конечно почувствовала что да это будет что-то интересное сейчас я его попробую так вот открыть параллельно что-то как-то так плохо открывается я надеюсь я его не порву вот открыла вот смотрите как все это внутри выглядит и даже описание похоже есть все что будет так ну мы посмотрим ага так посмотрим ищем первое окошко где у нас первое окошко вот я вот оно первое окошко открываю так и у нас вот такая вот шоколадочка я кстати обещала Карине тоже оставлять кусочек так что не все мне пойдет вот такая вот шоколадка так а вкус получается тут у них как-то не написано что что вообще так ну давайте посмотрим у них так просто и получается это и все и склеено а вот это первый день первый день Танзания 70 процентов какао просто темный шоколад сегодня просто темный шоколад ну хорошо вот так он выглядит как раз есть разделение на две части ну Карина конечно же будет наверное не в восторге тут ничего интересненького нет просто черный шоколад пробуем ну я честно говоря не в восторге едало и вкуснее скажем так ну качество понимаете ли 70 процентов написано что например есть если есть аллергены вот этот у меня сейчас был веганский шоколад кусочек если какие-то аллергены и что самое интересное этот календарь был только можно было заказать только по предзаказу то есть у них была лимитированная партия первым году они первый раз в этом году они делают такой вот рождественский календарь ну что будем заценивать потому что в этом году конечно же обилие календарей огромное на разный вкус такого не было в прошлом году я читала в одной статье что в этом году уже в октябре норвежцы побили все рекорды по приобретению адвент календарей то есть начали скупать и скупать и скупать некоторые даже уже были распроданы но этот я вот как сказала заказала изначально в интернете вот и еще один такой момент тоже сюрприз этого года это то что в конце каждого окошка адвент календаря то есть каждый день также мы с вами будем делать одно задание у меня такая идея пришла потому что я одно время ну как не то что одно время я вообще-то давным-давно собиралась пройти курс по арт-терапии его заказала на сайте на одном сайте англоязычном оно так красиво так такое было красивое название там чуть ли не оксфорд оксфордский курс на самом деле это была просто школа при оксфорде которая организовала такой вот онлайн вариант арт-терапии но там был очень длинный курс такой вы знаете немножко нудноватый надо было очень много слушать психологии про бьюз про насилие у меня пока на это нет времени и сил возможно еще дойдет еще дойдут руки потому что курс лежит и вот у них было одно такое задание в самом начале до того как мы начинали курс это пройти тридцать один день то есть месячный такой вот челлендж по ментальному здоровью то есть каждый день давалось задание да для того чтобы себя чувствовать хорошо и привести себя в баланс я выбрала самое интересное задание оттуда и давайте же будем делать так что каждый день я буду озвучивать это задание и все 24 дня мы что-то будем делать мне потом в комментариях отпишитесь сделали вы или нет ну если даже не в этот день то на следующий можете просто плюсик поставить если не хотите писать длинные комментарии я все буду читать буду ставить сердечки потому что на все комментарии возможно у меня не будет возможности отвечать у меня что-то болит рука тем более будет столько много сейчас загрузки видео и обработки и монтажа но сердечками всех помечу всех люблю обожаю и первое задание на сегодня первое задание я тоже это все буду делать это сделать какую-либо дыхательную гимнастику да вот проработать свое дыхание это может быть там не знаю возможно вы занимаетесь медитацией это есть разные дыхательные техники там по стрельниковой и так далее есть такая дыхательная техника по Виму Хоффу очень интересно там надо задерживать дыхание долго дышать вы кстати посмотрите дыхательная гимнастика по Виму Хоффу Вим Хофф это ледяной человек из Нидерландов очень известный который побил огромное количество рекордов у него есть своя программа по моржеванию по дыханию по медитациям чтобы привести себя в порядок и свою иммунную систему тоже ну и конечно же нервную соответственно тоже есть вообще простые даже просто посчитать да вдох считаем 1 выдох 2 и так минутку хотя бы посидеть позволить себе минутку посидеть со своими мыслями здесь и сейчас да вот именно здесь и сейчас я помню там есть какие-то варианты что там тоже ноздри закрываешь вдыхаешь потом выдыхаешь вот так вот то есть выбирайте что хотите и минуту сегодня занимаемся вдыхательной гимнастикой я тоже это сделаю конечно же на этом первое окошко заканчивается завтра будет новый день новое окошко новая шоколадка и новый ролик всем спасибо за внимание и до завтра Продолжение следует...